Я приветствую вас на канале Банковский. Давайте с вами сейчас разберемся, как же подключить систему быстрых платежей на телефоне от Сбербанка. Потому что сейчас это стало очень распространено, так как обычные дебетовые карты дают лимит при переводе со счета на счет в размере 50 тысяч рублей, а далее идет комиссия 1%. А система быстрых платежей дает возможность переводить до 100 тысяч рублей, и далее комиссия будет 0,5%. То есть это уже по факту выгоднее. Поэтому многие банки, включая Сбербанк, стали пользоваться системой быстрых платежей. Подключить ее можно и в личном кабинете, и на телефоне через приложение Сбербанк Онлайн. Все легко просто доступно, поэтому давайте на примере приложения Сбербанк Онлайн я вам покажу, как же можно подключить эту самую систему быстрых платежей. Давайте с вами перейдем в приложение и произведем подключение. Открываем приложение Сбербанк Онлайн. Далее переходим в значок «Свой личный кабинет». Открываем здесь «Настройки». Вот здесь, как видите, уже видно, что платежи осталось немножечко до 50 тысяч рублей. Открываем «Настройки», спускаемся ниже. И вот у нас есть система быстрых платежей. Он сразу даже цветной значок отличается от всех остальных. Открываем данный раздел. И здесь у нас есть входящие и исходящие переводы. Можно подключить и то, и другое. Начнем с входящих переводов. Нажимаем «Подключить». Все подключено. Возвращаемся обратно. Переходим на «Исходящие». Нажимаем «Также подключить». «Также подключено». Все, вернуться назад. Все готово. Как видите, подключить можно как входящие, так и исходящие переводы, чтобы и вы могли переводить, и вам могли переводить по системе быстрых платежей с большей суммой. Поэтому это, в принципе, сделать несложно, как вы видите. Просто нужно сделать «вкл», как говорится, либо «выкл». И тогда все будет работать. Под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. И всем пока!